Это тянется, действительно, и, как говорит мой друг Коля Халезин, нужно жить, а не только бороться. Но у меня пока не получается. То есть у меня пока получается просто работать для того, чтобы как можно скорее вернуться домой. И пока вот эта вот надежда на то, что вот это возвращение домой может состояться как можно скорее, в ближайшее время она позволяет жить и держаться. Железов, господи, господи, господи! Железов, господи, господи! Железов, господи! Железов! 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 Я не могу говорить просто потому, что вы меня привели в такое место, в такие же железные кровати. Они были немного выше, у меня не было спального места, я спала на досках на полу под такой кровати вот там внизу. Это тюрьма, и это очень невесело. Ты учишься таким вещам, ни у кого ничего не просить, ни на что не надеяться, ничего не ждать. Чай там с девчонками вместе, разговоры, поздравления, радости. Поздно, поздно, поздно. Ой, только не спорь, коньяк, уберись из кадра. Наконец-то дождалась свою доченьку. Самое главное, что на свободе. Самое главное, что на свободе, да. Дальше. Дальше будет еще лучше. Я думаю, все будет хорошо. Я нахожусь в Патришской невыезде. Я обязана вы уехать завтра вечером, пусть уже в Повремя, там родной город, в котором я заинвестирована. Находиться в Неменске я не имею права. Я буду работать с журналистом, я буду работать с журналистом в Санкт-Петербурге. Никто не может мне это запретить. Таким образом, я прожила два месяца. Я поняла, что надо уезжать. Надо сделать все, чтобы покинуть страну, потому что я не смогу работать. Я не смогу писать правду, я не смогу говорить правду. Работать из Литвы и из Польши одинаково комфортно в плане того, что ты можешь работать свободно, не боясь того, что вот сегодня взломают двери, ворвутся в редакцию, тебя арестуют. Конечно же есть такая элементарная человеческая тоска по родине, потому что хочется жить в Беларуси, среди белорусов, но пока такой возможности нет. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Карл Если ты видишь, что тебя слушают, если у тебя есть возможность доносить до политиков, европейских политиков и американских политиков, правду о ситуации в Беларуси, это надо использовать. Ты берешь и едешь, и говоришь, и убеждаешь. Это необходимо делать. Я буду это делать, пока меня готова слушать. Раньше я как журналист, только писала о политических заключенных, а попала в тюрьме, я поняла, насколько важно, чтобы о тебе не забывали, насколько важно, чтобы о тебе помнили. Потому что в тюрьме тебя пытаются, собственно, хранить заживо. Нужно писать об этом каждый день, даже если это повторы, даже если читателям вдруг становится неинтересно, это наш моральный долг. Не надо брать на себя слишком много, а нужно просто делать то, что ты умеешь делать. Сегодня есть дело, которое нужно делать. Сама Почему? Сама Пжар П-